Также кодов. Сегодня я хочу сказать, какие я советую четки, где их можно купить, тоже скажу. Итак, начну я с четок куша. Выглядят они следующим образом. Это большие четки. Что такое куш? Куш это растение и дальше очень сложные такие есть вариации. Один из вариантов это растение, которое растет под землю, растение, которое называется конопляное дерево. Из этого растения оно имеет возраст очень большой. У него нет ни семян, ничего. Корень у него длинный. Один раз в году этот корень отпочковывается и там появляются вот такие бусинки. После этого корень обкапывают, достают эту бусинку, носят на шею для того, чтобы человеку везло. Второй вариант это четки лотоса. На самом деле я могу сказать, что это не похоже на четки лотоса, так как у них лотос он маленький, а здесь очень большого размера сами семечки. Могу сказать, что это скорее всего все-таки семена чьи-то. Когда я находился в Индии на семинаре или фестивале Кумбхамела, я спросил у одного человека, который знает, что это такое, и я ему сказал, какую функцию имеют эти четки. И он сказал, это четки, которые делают человека, дают человека везение. Или делают человека очень везучим. Они называются четки и называются куша. Что такое куш? Наверное, вы слышали, в народе есть даже такая пословица сорвать куш или выиграть в лотерею, или собрать большое количество везения в одну точку. Так вот, данные четки являются артефактом. Их необходимо не носить на себе, а необходимо выложить в том месте, где находится ваш офис, магазин или дом, или там рабочий стол. Для чего? Они, по идее, должны приносить человеку тотальное везение. Таким образом, вы сможете сорвать куш или обрести ситуацию, в которой вы будете в выигрыше. Поэтому, если у вас, допустим, сейчас суд, или у вас какие-то проблемы, вам кто-то должен подписать какой-либо документ, вы не можете это сделать. Вы можете четки куша носить на себе, а также можете их хранить в том месте, где вы занимаетесь эзотерикой. У меня вот здесь алтарь находится с правой стороны, там поднос ритуальный. На нем лежат четки куша, также лежат монетки. Кто-то украл оттуда моих очень красивых аватарчиков. Очень зря, потому что и не украл, а положил за них монетки. Ну, конечно же, можно пострадать и посочувствовать тем людям, которые это сделали.